Музыка У меня все окружающие родственники, большинство были медицинских работников, учителяны медицинские работники, вот так вот. И потом еще я в детстве всех старалась лечить, особенно бабушек. Старенький везонозы вытаскивала из художек. Ну вот, в общем, вот это все, и я как-то решила, что я буду медработником. Кончил так же, после восьмого класса медучилища, сразу был признан в армию, отслужил два года, с учетом того, что я кончил училище с отличием. Мне надо было сдать один экзамен. Я в Тюмени сдал биологию, уступил и начал учиться. Видите, он краснодипломник, я-то нет, а он краснодипломник. Он уже женат был, и я при нем. Все, он сказал фантомантийский, нас и направили сюда. Когда мы приехали, через, по-моему, через три года у нас только стало появляться УЗИ. То есть у нас был рентген, лаборатория, вот, и на этом уровне мы работали. Но врачи были очень грамотные. Дима в десятом классе стал работать санитаром в неврологии. Отец там работал, ординатором. И один раз, значит, пришел и рассказывает, мама, там больной поступил. Он ходит точно так же, как наш дед, мой отец. У него ноги были больные. Я думаю, ну все, соображает что-то. Трудовая деятельность началась во время еще обучения в школе, в одиннадцатом классе. Пошел работать санитаром. А Никита пошел со второго курса института работать. Он и летом, там, знаете, школьников, когда направляют, анализы возил на машине по отделениям. Вот, подрабатывал. А со второго курса стал работать уже медбратом в отделении неврологии. И работал до шестого курса. В Югре есть все возможности работать, получать современные знания в области медицины, использовать в практике последние технические достижения, что позволяет делать нашу работу лучше и качественней. А сейчас же у нас ПЭТ-КТ. Магнит, КТ. Сейчас просто, ну это, можно так сказать, черное-белое. Никакого сравнения нет, как что было, как и сейчас. Сейчас диагностическая служба на таком уровне, который надо мечтать. Кардиологическая служба, онкологическая служба. Стабильность профессии. То есть она в любое время, на все времена профессия, она никуда не денется, не изменится. Очень трепетно осознавать то, что почти большая часть твоей семьи, именно врачи, люди, которые спасают жизни, помогают укреплять здоровье. Я очень рада, что у меня родственники, родители, папа, бабушка, дедушка, дядя все являются людьми из медицинской сферы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok